Церковь почтила память святителя Николая Японского, человека, чья миссия была очень непростой – проповедовать Слово Божие в Японии. Об этом святом и о богослужении в день престольного праздника Саратовского храма, освященного в честь святителя Николая Японского, расскажут наши коллеги. Храм святителя Николая Японского – один из двадцати новопостроенных. В честь престольного праздника митрополит Саратовский Вольский Игнатий совершает здесь божественную литургию в этом еще молодом храме. ПЕСНЯ Обращаясь к житию святого, во имя которого освящен храм, нельзя не удивляться его мужеству и силе проповедничества, ведь задачи, которые он поставил перед собой, у многих людей того времени просто не укладывалось в голове. Будучи в то время еще иеромонахом, отец Николая уехал в Японию проповедовать там Евангелие. Это был прежде всего его личный выбор. Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну, народ, язык, нравы, обычаи и просто выжить. По словам отца Николая, тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую церковь, которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи. К 1868 году его паства насчитывало уже около 20 японцев. В 1869 году было принято решение образовать для проповеди между японскими язычниками Слово Божие особую российскую духовную миссию, начальником которой был назначен возведенный в Сан-Архимандрита отец Николай. В 1878 году в Японии насчитывалось уже 4 115 христиан. Действовала церковь и 4 духовных училища. Много трудов было положено и много тягот было перенесено этим самоотверженным человеком, в память о котором и в нашем городе теперь есть храм. Образ равнопостального Николая, он для нас должен являться примером, потому что он ради проповеди, он же ведь изучил язык, культуру, да, для того, чтобы донести весть о Христе, для людей, которые, ну, совершенно были чуждой этой культуры и вообще мысли о христианстве. А мы лишний раз не хотим над собой что-то сделать, чтобы, может быть, нашим соседям что-то рассказать или как-то подойти поближе, да, к соседке или к соседу, или к ближнему, или к детям, или к брату, или к сестре, чтобы для более понятного разъяснения, да, своим примером, это в первую очередь, мы часто говорим о Христе, говорим о заповедях, а сами поступаем не так. И люди, которые слушают нас, говорят, а что же, вы говорите одно, делаете другое. Вот. Мы вот часто, конечно, грешим против той призванности к миссионерству, которой призван каждый христианин. Поэтому давайте просить святого равнопостального Николая, архиепископа японского, просветителя Японии, чтобы он своими молитвами помогал нам быть верными чадами и все-таки стараться своим примером, своей жизнью как-то показывать любовь к Христову, которая должна почивать на каждом из нас.